В эфире телеканал Россия Большие Вести. В студии Эрнест Мацкевич. Здравствуйте. Главные события этой среды в нашем выпуске. В качестве доказательств мультипликация. Данные, предоставленные России, к делу решили не приобщать. Зато украинские приобщили. Голландская версия катастрофы малазийского Боинга. Почему именно этот отчет появился? Сегодня международное следствие во главе с Нидерландами обонародовало предварительные итоги расследования крушения малазийского Боинга в Донбассе. Итоги такие. Самолет якобы сбили с подконтрольной ополченцем территории из зенитно-ракетного комплекса, который привезли из России. Правда, и журналисты, и эксперты тут же обратили внимание на одну странную деталь. Фактов, которые следователи почему-то проигнорировали, гораздо больше, чем фактов, которые они учли. То есть выводы были сделаны изначально и уже потом подкреплены обрывочными данными. О том, почему после такого расследования в эти выводы верится еще меньше, Антон Лядов. Неверный курс ракеты, неверное место запуска и часа не прошло. В докладе международной группы специалисты-инженеры обнаружили десяток нестыковок. Западные следователи два с лишним года подгоняли выводы под версию, что ракета якобы летела со стороны населенного пункта Снежное. Версия, выгодная и Западу, и Украине, там находились ополченцы, решили, заявили официально. Опровергли моментально на данных первичного радиолокатора. Он фиксирует все, вплоть до мельчайших объектов, на расстоянии 360 километров, ракеты нет. Вероятность увидеть хотя бы одну отметку равна 99,98, даже почти 99 сотых процента. Таким образом, если локатор не увидел эту ракету, пущенную со стороны Снежного в направлении самолета, то её и не было на самом деле. Ракета была пущена с другого направления. В технические подробности международные исследователи даже вдаваться не стали. Едва начали читать доклад, обвинили Россию. Разве западный зритель будет дальше в аргументах разбираться? Можно сделать вывод о том, что рейс МН-17 был сбит 17 июля 2014 года. Ракеты серии 9М38, выпущенные установкой БУК. Эта установка была доставлена с территории Российской Федерации. После запуска БУК был возвращён в Россию. Расследование того, кто несёт ответственность, займёт ещё больше времени. Это длительный процесс. Сколько именно времени ещё будут искать и родственникам, и журналистам, признались честно, не знаем. Чтобы дать понять, что два года хоть чем-то занимались, маршрут, по которому БУК якобы завозили из России, нарисовали в компьютерной программе. Такие обычно используют для рисования мультиков. Об этом соответствующая отметка в левом нижнем углу. Анимация. Из аргументов — картинки и клипы из социальных сетей. В том числе те самые, что эксперты обровергли ещё два года назад. О том, что для своих выводов следователи анализировали не все обломки самолёта, а только те, что подходили под нужную версию, при этом не сообщили ни слова. В интернете, и не только в интернете, есть большое количество других фрагментов, которые по тем или иным причинам не попали на финальную выкладку, и они очень сильно противоречат техническому заключению голландской комиссии. Вот пример. Напомним, что ракета «Бука» не врезается в самолёт, а взрывается рядом с целью. Осколки вылетают в стороны, как показано на видео. Вот это красное облако и есть поражающие элементы «Бука» после подрыва. Так вот, если бы ракета была выпущена со стороны Первомайского или Снежного, то к «Боингу» она бы приближалась на встречном курсе. То есть подлетала бы ни справа, ни слева, а залетала навстречу. В этом случае у самолёта больше всего была бы поражена левая часть кабины. На этой модели она подсвечена белым. Левое крыло и левый двигатель бы практически не пострадали. Но посмотрите на фотографии. Вот часть двигателя, она буквально изрешечена. Повреждения есть и на самом крыле. Кроме того, обратите внимание на эту часть кабины. Если бы ракета летела со стороны ополченцев, она бы не пострадала. Но снова, сравним с фотографией, огромное количество пробоин. Это часть крыши над кабиной пилотов. Он один из самых информационно важных. Представлена его фотография, но не проведён анализ, где находится этот фрагмент. Вместо того, чтобы заниматься техническим анализом, международные следователи нашли какие-то звуковые записи, которые решили выдать за переговоры ополченцев. Не знаю, Саныч, даже как, сегодня мои сейчас продержатся или нет. Потому что там сейчас их начнут градами ровнять. И останусь я вообще без разведбата и без ротиспесназа. Понимаешь, это вообще пик. Грады-то ладно, сейчас опять пик. Если сушки нанесут, это удар с утра. Я если успею вот утром получить бук и отправить туда, это будет хорошо. Если не успею, значит считай, что пик. С чего авторы доклада взяли, что это ополченцы? Где они разговаривают? Когда? Дату никто не подтверждает. Как только речь заходит о технически точных данных, международные следователи вообще стараются избегать деталей. Например, провели натурный эксперимент, якобы чтобы выяснить тип ракеты. Установили какие-то металлические листы вокруг чего-то. Взрыв выглядит эффектно, но журналистам даже не показали, что именно взрывали. Не показали, какие пробоины оставили поражающие элементы. Не сравнили их с пробоинами Боинга. Несмотря на то, что мы передали голландской стороне реальные характеристики данных изделий, были сняты грифы секретности с реальных документов. Предглашали их ознакомиться с ними, с самыми первоисточниками, то есть документы 70-х, то есть технические условия, как это изделие производилось. Тем не менее, специалисты ТНО пришли к выводу, что по физическим соображениям вариант «Алмаз-Антея» им не подходит. Проведя испытания, большое количество моделирований, мы подтвердили свою версию. А именно, то, что приход ракеты и условия встречи ее соответствуют углу 72 градуса в горизонтальной плоскости. Тем самым подтвердили свою версию о пуске, наиболее вероятном пуске ракеты из района южнее Зарочинска. Данные российской стороны, опубликованные на этой неделе, для следователей, судя по всему, были как кость в горле. Глава расследования Фред Вестербека и второй докладчик, начальник департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулисон, в какой-то момент даже запутались, видели они российские данные или нет. Сначала один заявил. На этой неделе Россия заявила о том, что были найдены новые снимки с первичного радара, на основе которых даже Россия пришла к выводу о том, что никакой самолет не мог сбить MH17. Полчаса, и вот они уже делают вид, что ничего не видели. Это пока еще не было передано в следственную группу, и мы не могли это исследовать. Не могли или не хотели, еще вопрос. Российская сторона полностью опровергла версию выстрела из района рядом с населенным пунктом Снежное. Ракеты, которую западные исследователи разглядели в соцсетях на первичном радиолокаторе, нет. Если бы малоосийский Боинг сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена первичным радиолокатором. Являясь членом совместной следственной группы, Украина откровенно уклоняется от предоставления данных и манипулирует ходом расследования, который идет по ложному следу. От противоречивых данных о поражающих элементах до неверного определения типа ракеты и, как следствие, место ее запуска, которое сегодня было однозначно опровергнуто, представленной информацией первичной радиолокации. Вместо данных, кто несет ответственность за гибель 298 невинных, международные исследователи нарисовали тени 100 человек. Именно столько якобы стоит за уничтожением. Когда назовут хоть кого-то, даже прогнозировать не берутся. Антон Лядов, Ильгиз Хакимов, ВЕСТИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА